МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Газовый баллон взорвался в поселке Северо-Западный. Последующий пожар практически уничтожил дом. На помощь соседям пришел 17-летний парень. Он вынес из огня двух человек. Президент Казахстана внес изменения в указ о переходе казахского языка на латинскую графику. В новом вместо апострофов надстрочные знаки и два деграфа. Проблемы карагандинцев были услышаны. Накануне отчетной встречи Акима области был организован День открытых дверей с участием представителей областных управлений и коммунальных служб. Два человека пострадали в результате возгорания бытового газа. 19 февраля около 17 часов на улице Загаражная в поселке Северо-Западный от неисправности бытового газового баллона произошел хлопок воздушно-газовой смеси. На помощь соседям пришел 17-летний парень. Он вынес из огня двух человек. Частный дом на двух хозяев загорелся мгновенно. В одной половине в тот момент находились 24-летний хозяин дома Даниил и его девушка Анна. Они спали и не слышали ни хлопка, ни начавшегося пожара. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы во двор дома напротив не вышел за углем сосед 17-летний Алексей Шинкарев. Парень увидел полыхающий огонь и ни секунды не колеблясь бросился к соседям. Ну, бросил все, побежал в дом. Вытащил первого парня, можно сказать. Ему 24 года. Сколько? 24. Вытащил его из дома. Потом он говорит, там моя девушка. Я побежал туда, в дом, в Гречи. Взял на руки девушку, вытащил ее из дома. Обоих их занес домой и вызвал скорую помощь. Дом соседей Алексея сгорел дотла, несмотря на усилия пожарной службы. Вторую половину, где жил 90-летний дедушка, удалось отстоять у огня. Пенсионера тоже успели спасти соседи. Сосед приходил, Галя, вытащили меня сюда. Пострадавшие Анна и Даниил получили травматический шок, ожоги второй-третьей степени. У девушки ожог свыше 50% поверхности тела. У парней свыше 60%. К ночи их состояние стабилизировалось. Стало возможным транспортировать из центрально-городской больницы Шахтинска в областную клинику имени Макожанова. Состояние их оценивается как крайне тяжелое, ввиду больших площадей ожогов. В настоящее время они лежат в реанимации, проводится противошоковая терапия. Мать Даниила, Елена Владимировна Ефимова, приехала домой в то время, когда пострадавших увозила карета скорой медицинской помощи. Она не понимает, почему взорвался баллон. Возможно, рабочие неправильно подключили баллон к газовой плите. Он не возле печки. Вот видите, печка стоит. Вот, где кирпичи, видите, разрушены. Это печка. Баллон стоял. Вот видите, где вторая куча кирпичей. Это был гарнитур. Там была встроенная газовая панель. Я ее купила только в январе месяце. Вызвала газовщиков. Не помню, какой номер. Но они поменяли форсунки и поставили новый, свой баллон поставили. И это было в конце января, наверное. Может, в середине января. Не помню. Не знаю, что предвещало. Ничего не предвещало. По предварительной версии, причиной пожара стала утечка газа. Происло воспламение газово-ждустой смеси. Предварительная причина – это нарушение эксплуатации правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. По информации пожарных, с начала нынешнего топительного сезона в Карагандинской области при пожарах погибло 22 человека. Из них 12 погибли в результате отравлений угарным газом. Спасатели заявляют, что этих жертв можно было избежать, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности. Мирамгуль Салкимбаева, Жуслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Утвержден новый вариант казахского алфавита на латинской графике. Помимо дзиграфов и апострофов, в утвержденном алфавите появились и штрихи над буквами, так называемые окуты. Об особенностях нового алфавита рассказали специалисты областного центра обучения языка. Латинизация казахского языка неоднократно становилась предметом споров. До сегодняшнего дня лингвисты не могли определить наиболее удобную в использовании версию алфавита. Прежние варианты с множеством апострофов вызывали негодование граждан. Указ президента от 19 февраля поставил точку в продолжительном споре. Новый алфавит казахского языка дополнился диакритическими знаками. Филологи сошлись во мнении о том, что последний вариант алфавита является наиболее удачным. Я не считаю, что новый вариант алфавита хорош на 100%, но в сравнении с предыдущими вариантами он намного лучше. Однако у меня возникают вопросы касательно букв, присущих казахскому алфавиту. Я думаю, что при написании этих букв у многих людей будут возникать трудности. Возможно, этот вариант будут дорабатывать. Если же его оставят в таком виде, нам придется много работать, чтобы освоить новый алфавит казахского языка. Переход на латинскую графику требует много времени и работы. Стоит отметить, что сегодня ученые проводят большую работу по научно-методическому обеспечению перехода казахского языка на латинскую графику. Полностью казахский алфавит в латинской графике будет внедрен до 2025 года. Проблемы карагандинцев были услышаны. Накануне отчетной встречи Акима области с населением был организован День открытых дверей с участием представителей областных управлений и коммунальных служб. Десятки горожан получили ответы касательно интересующих их вопросов. День открытых дверей стартовал 19 февраля накануне отчетной встречи Акима области с населением. Подобное мероприятие объединяет представители областных управлений, коммунальных служб и жителей региона. По словам заместителя руководителя управления культуры, архивов и документации Ерлана Нильдебаева, по сравнению с прошлыми годами количество обращений заметно сократилось. Он уверен, это признак улучшения условий жизни. Да, ну из моей практики я могу судить, что ранее лет 5-6 назад по тем или иным вопросам посещало порядка 30-40 человек. Но у нас на целый день вчерашний посещало всего 14. Это говорит о том, что вопросы, ну скажем, жизнь налаживается, вопросы решаются. Таких вопросов, которые были ранее, практически их нет на сегодняшний день. Вопросы горожан получили незамедлительный отклик со стороны представителей коммунальных служб, госорганов и областных управлений. Александра Анисимова – одна из тех, кому формат мероприятия пришелся по душе. Женщина обратилась к представителям организации «Караганды-СУС» с просьбой о решении проблемы слабого давления воды в домах частного сектора. Я живу в частном секторе по улице Путейской. У нас постоянно слабое давление воды. Меня очень представитель «Караганды-СУС» выслушала, записала мои контактные телефоны и сказала, что мне будет официально дан ответ по этому вопросу. Большая часть карагандинцев обратилась с вопросами касательно жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Также поднимались вопросы социальной защиты. Двум гражданам была оказана моментальная помощь и консультация. Тохжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 23 февраля во Дворце культуры Горняков в 15.00 состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. С 12 февраля начинает работать телефон горячей линии, по которому можно передать главе области свое обращение. С 19 по 22 февраля в спортивном комбинате имени Нуркена Абзирова будут проводиться дни открытых дверей с участием представителей областных управлений. В городах и районах размещены ящики для сбора обращений. На сайте Акимата Карагандинской области на постоянной основе работает виртуальная приемная Акима. 23 февраля в 15.00 часов отчетная встреча Акима области будет транслироваться в прямом эфире на областных телеканалах, интернет-ресурсе, на сайте Акимата Карагандинской области, а также в социальных сетях. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Возродить дух патриотизма через искусство. В областном музее изобразительного искусства состоялся музейный урок, посвященный Казбекби и Бухаржирау. На обозрение посетителей были выставлены несколько десятков картин, написанных выдающимися художниками Казахстана. В зале музея изобразительного искусства не протолкнутся. Школьники и жители города пришли посмотреть на работы таких прославленных мастеров, как Абалхана Костеева, Канафи и Тельжанова, Гульфайрус Исмаиловы, Хамзыки Кимова и многих других, чьи имена навсегда вошли в историю Казахстана. Несмотря на разнообразие жанров, все картины воспевают труд человека. Все 40 работ, выставленные на обозрение посетителей, отражают историю развития Казахстана, ознакомляя посетителей с выдающимися личностями своего времени. Смотря на эти полотна, наш зритель может понять, насколько художник в творчестве своей отображал вообще историю развития своего народа. Это портреты великих людей, как Казыбек Би, Бухар Жарау, Казыбек Сулейменова, наших спортсменов, например, Силька Хунахпаева и так далее. Их очень много. Выставка из фондов музея «Наследие художников Казахстана» пришлась по вкусу не только взрослым, но и детям. Каждый из школьников нашел картину, которая пленила его взгляд. Мне понравилась картина, где пустыня бахарская. И больше всего она понравилась. Мне понравилась еще книга, «Казыбек Би». Мне все почти понравилось. Все красиво так. Я просто никогда не вижу таких картин. Первый раз в музее тоже. Следует отметить, что выставка организована в рамках программы «Рухани Жангру». Организаторы намеревались пробудить интерес детей к искусству, а также возродить дух патриотизма в молодом поколении. Эту идею поддержали и школы города. Мы ежедневно проводим работу по реализации программы «Рухани Жангру». У нас в школе проводятся различные выставки. Сегодня мы привели в музей 27 учеников. В дальнейшем собираемся посетить и другие музеи. Музейный урок, посвященный двум великим личностям, как Казыбек Би и Бухаржау, прошел на высоком уровне. Завораживающие картины не оставили равнодушным ни одного из посетителей. Выставка «Наследие художников Казахстана» завершится 27 февраля. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Африканские львы, дрессированные попугаи и собаки, а также забавные клоуны. Это и многое другое увидят юные карагандинцы в ближайшие две недели. Под куполом карагандинского цирка артисты из Москвы будут творить волшебство и показывать самые грандиозные 13 номеров из своего репертуара. Каждый из нас с детства влюблен в цирк. Ведь цирк – это умение воплощать фантазии в реальность. Под куполом цирка ловкие жонглеры, воздушные гимнасты и веселые клоуны показывают свои самые захватывающие выступления, чтобы порадовать маленьких зрителей. Для многих из нас цирк – это то место, в котором законы физики уступают магии. Чтобы сотворить ту самую магию и неповторимую атмосферу, артисты трудятся, не покладая рук. Один из таких примеров – Андрей Аверюшкин. За 25 лет работы он успел попробовать себя в парной акробатике, жонглировании и клоунаде. По словам артиста, его главный вдохновитель – это зритель. Вдохновляет зритель, публика, овации – это всегда очень приятно. И ради этого мы, собственно говоря, и выходим на манеж. Это прекрасная профессия, она сама по себе замечательная, поэтому что-то выбрать самое лучшее. Наверное, путешествия и познавание разных культур по всему миру – это очень приятный момент. Недаром говорят, что среди цирковых артистов случайных людей не бывает. Цирк – это скорее призвание. Майя Артемьева родилась в семье цирковых артистов. На протяжении десятков лет они вместе с мужем дрессируют попугаев. Ромео, который гордо восседает на ее руке, геоцинтовый ара – самый большой вид попугая в мире и единственный из своих собратьев, кто отправляется в гастроли. Австралия, Япония, Америка – легче перечислить страны, в которых Майя и Ромео не побывали. По словам артистки, в каждом уголке света им всегда рады и дети, и взрослые. Иногда устаешь от кочевой жизни, признается артистка, но дольше двух недель без привычных тренировок и цирковой суеты Майя не выдерживает. Душа снова тянется в свой любимый мистический мир. Ну, конечно, бывает, когда там какой-то очень плотный график или что-то, конечно, думаешь, все, все брошу, поеду домой, никуда больше не пойду. Ну, неделя проходит, две максимум, и все, уже начинаешь переминаться с ноги на ногу, надо уже куда-то ехать, что-то искать и двигаться дальше всю жизнь в дороге, поэтому привыкли. Африканские львы, акробаты на лошадях, дрессированные попугаи и собаки несомненно озарили лица детей и улыбками. Громкие аплодисменты и звонкий смех не стихали от начала до конца представления. Самые преданные зрители признались, им понравились грандиозные номера. Мне очень понравились цирки, потому что там было очень весело. Мне больше всего понравилась лесгинка и как тигры выступали. Раз-два я хожу в год в цирк. Мне тут очень нравится, тут много красивых представлений, много очень ярких костюмов, красивые животные, и они так хорошо слушаются. Нам очень понравились цирки. Какое выступление больше всего понравилось? Мне понравилось выступление в один слух, который делали гимнастику в городе. Хорошо сделали. Мне нравится пистолет, где вы выберете кольцо огненное. Если вы хотите подарить своим детям безграничный восторг, отведите их на представление московского цирка. Российские артисты пробудут в Караганде до 11 марта. Представления проходят каждые выходные. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о новостях спорта. В Карагандинской спортивной школе-интернате стартовал областной чемпионат по боксу среди юниоров. Соревнование посвящено памяти карагандинских тренеров. Карагандинское спортивное сообщество не забывает именитых тренеров по боксу, воспитавших яркую плеяду спортсменов. Второй год подряд команды со всех регионов Карагандинской области собираются в шахтерской столице на соревнования, посвященные памяти тренерам. Сослуженных тренеров Казахстана, Маслина Владимирова Ванкиновича, Алжибая Нагабекова, мастер спорта. В частности, мой тренер Ярослава Федисова, который был у нас на протяжении много лет старшим тренером Карагандинской области. Ярху Анатолий Ярх, Николауа. То есть, ну и всех тренеров, боксеров Карагандинской области. Всего здесь собралось порядка трехсот юниоров. Организаторы отмечают, что в прежние годы проводились подобные состязания, но затем были позабыты. И вот уже второй год подряд карагандинские подростки собираются вместе, чтобы оттечить свое мастерство. Этот чемпионат, посвященный памяти тренеров, организаторы намерены сделать регулярным. Мы же чтить должны своих. Это же наши учителя, как вторые отцы были, наши покойные. И в том числе друзья уже много нет, боксеров, которые тоже достигали чего-то, защищали честь Карагандинской области. Так что будет каждый год этот турнир проводиться теперь. По завершению соревнования победители будут награждены медалями и грамотами. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб Сарарка завершает регулярный чемпионат на четвертом месте. 19 февраля в Тюмени наши хоккеисты провели заключительную игру чемпионата. В дополнительное время местный клуб Рубин обыграл карагандинцев со счетом 3-2. Заключительный матч регулярного чемпионата выдался чрезвычайно эмоциональным для обеих команд. С первых секунд матча молниеносной атакой и броском по воротам хозяева льда дали понять игрокам Сарарки, что настроены только на победу. Для карагандинцев эта игра не влияла на положение в турнирной таблице, а вот для Рубина зависело попадание в плей-офф. Счет открыли карагандинцы, шайбу забросил Илья Антоновский 0-1. Спустя шесть небольших минут хозяева смогли реализовать численное большинство и сравнять счет 1-1. А через две минуты тюменские хоккеисты забросили еще одну шайбу. Итог первого периода 2-1 хозяева впереди. Второй период не принес результатов, а вот в заключительном отрезке отличились карагандинцы. В начале третьего периода Валерий Поляков забросил вторую шайбу 2-2. В дополнительное время, как и по ходу матча, команды много атаковали. На последней минуте овертайма шайба побывала в воротах Сарарки. Итог встречи 3-2. Последний матч регулярки. Хорошая эмоциональная игра. Пропустили два гола меньше света, к сожалению. Сегодня в овертайме соперников более удачливы. Больше было у них возможности в овертайме. Так, правильная игра, боевая. Следующий матч Сарарка проведет на домашнем льду в рамках 1-8 стадии плей-офф. Соперником выступит Новокузнецкий Металлург. Серия до 4 побед начнется 23 и 24 февраля. В Новокузнецке команды скрестят клюшки 27 и 28 февраля. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауголмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова